Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Из беседы святителя Анатолуста У призванных одно имя, христиане Ныне все мы имеем одно имя, которое важнее всех тех Имя христиан, сынов и друзей Божиих, тела Христова Такое имянование больше всех тех может возбуждать в нас усиленную ревность Приспиянию в добродетели Не будем же делать ничего недостойного этого почетного имянования Помышляя в высоте достоинства, по которому мы называемся Христовыми Так назвал нас Павел Будем держать это в мысли Будем уважать это великое имя Если некоторые, нося имя какого-нибудь знаменитого полководца Или другого какого-нибудь славного человека Высоко думают о себе Слышать, что их называют именем такого-то или того-то Считают это имя великим Для себя достоинством и всячески стараются о том Чтобы своим нерадением не обесславить того, с кем они те заимениты То мы, называясь по имени ни полководца, ни какого-либо начальника земного Даже ни ангела, ни архангела, ни серафима, а самого царя их Не должны ли полагать и саму душу только бы не оскорбить удостоившего нас такой почести? Разве вам неизвестно, какой почестью пользуются отряды царских чистоносцев и копьеносцев, окружающих царя? Так и мы удостойны быть близ самого царя И даже гораздо ближе к нему, чем упомянуты нами к своему царю Ближе настолько, насколько близко тело к голове Во всем должны поступать не иначе, как подражая Христу А что говорит Христос? Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда А сын человеческий не имеет где преклонить главу 9 глава Евангелия от Луки Если бы мы стали этого требовать от вас То это может быть многим, показалось бы, делом трудным и тягостным Итак, ради вашей немощи Я оставляю эту строгость А требую только, чтобы вы не имели пристрастия к богатству И как ради немощи многих Я не требую от вас такой высокой добродетели Так убеждаю вас И тем более удаляться пороков Аминь С миром Божьим